Привет, друзья! Сегодня выполнено заключительную подготовительную работу по кровли. Это подведем в порядок обрешетку, исправим уже имеющиеся ошибки, установим кронштейны под воздушную систему и многое другое. Надо торопиться, а все потому, что наконец-то привезли фальцевую кровлю и можно выполнять ее монтаж, чем мы и займемся в ближайшем видео. Но прежде чем приступить к монтажу кровли, вспомним мероприятия, которые были уже проделаны. В качестве стропильных ног использовал доску 50 на 150. Высота сечения по прочности прошла бы и 100 миллиметров, но решено было закладывать в кровли утеплитель в 150 миллиметров, поэтому и такое сечение. После этого прикручиваем капельники, но для этого вначале необходимо на торце стропильных ног прикрутить доску, в которой буду подшивать карнизы. Это, так сказать, формообразующая доска. Если ее не установить и прикрутить капельник, то в дальнейшем у вас просто не получится под капельник завести эту доску. Далее укладываем мембрану из эспане, которая не пропускает воду и является ветрозащитным покрытием, но хорошо пропускает пар и выводит воздушный зазор, который был образован с помощью бруска с сечением 50 на 50 миллиметров, уложенного вдоль стропильных ног через плотнительную ленту. Кровельную мембрану приклеиваем к капельнику с помощью двухстороннего скотча. Желательно и саму кровельную мембрану между собой скрепить двухсторонним скотчем. Обращайте внимание, что бруски по сечению могут отличаться друг от друга, поэтому надо подобрать бруски так, чтобы по высоте у них был перепад не более двух миллиметров. Бруски набивать по краю стропильных ног, как показано на узле. Это нужно для того, чтобы оставить воздушный зазор между капельником и водосточной трубой. Далее приступил к укладке об решетке. Использовал доску 25 на 100 миллиметров. У карниза укладываем две доски друг за другом. Это надо для крепления кронштейна водосточной системы. А далее укладываем шагом 100 миллиметров. Как говорит производитель, если взглянуть на эти данные, при уклоне кровли в 30 градусов. Так делаем со всех сторон, где угол кровли составляет 30 градусов. А вот где слуховое окно, там угол получился 14 градусов. У производителя на этот счет вообще нет никакой информации. Но если взять ближайшее значение, то необходимо уложить сплошную об решетку. Что и сделаем. Пока получился промежуток между дождями, залезем на кровлю. Во-первых, нужно переделать крепление лобовой доски и у дома, и у слухового окна. Эта работа не пыльна, но всегда есть досада, когда что-то переделываешь. Сейчас снимаю лобовую доску и кронштейны, крепящие ее. Кронштейны были прикручены к стропильной ноге через торез и по мере высыхания стропила немного их крутануло. Поэтому сейчас контрабрешетку прикручено непосредственно к обрешетке, а к ней уже направляющая для лобовой доски и подшивки карниза. Во-вторых, надо успеть срезать излишки об решетке. Небо сильно затянуто и может залить любую секунду, так что поторопимся. На слуховом окне также срезаем излишки об решетке, прямой угол образуя с помощью треугольника пифагора со сторонами 3, 4, 5 или с такими же соотношениями сторонами. Ну что, смотрите, как я получил деревяшкой по носу оказывается. Растекло. Сейчас буду ходить опять с носом, как у Ляма Нильсона. Ничего страшного, продолжаем работать. По краям кровли необходимо установить рейки размером 30 на 50 миллиметров, как говорит производитель. Они понадобятся при укладке кровли и торцевых планок, так что подготовим их заранее. Но такого размера у меня нет. Но есть доска 25 на 100 миллиметров. Вот ее и распущу. Есть еще одна проблема. Так как об решетке имеет не единую высоту сечения, то необходимо выполнить фугование доски. Буду фуговать с помощью электрорубанка. Надо добиться того, чтобы перепад составлял не более 2-3 миллиметров. Эти перепады более заметны на слуховом окне, где сплошная об решетка. Ну и на основной кровли есть места, где надо пройтись. В местах, где надо пройтись с шурбанком, необходимо не забыть утопить гвозди и шурупы, чтобы не испортить ножи. Можно было бы использовать и USB доску, но на тот момент она стоила просто космос. Я этот вариант сразу отбросил. Смотрите, прогнали везде, где стыдно и видно, там убрали лишнее. И здесь вот немножко прошлись. Ну вот остался еще один маленький штрих. А связан он с тем, что надо фрезером выполнить углубление в об решетке, для того, чтобы закрепить кронштейны и они не мешали карнизной планке. Тут также, для начала необходимо утопить гвозди. Далее с помощью фрезера делаем углубление на толщину кронштейна и шурупок, который будет его крепить. Эта работа нетрудная, но отнимает достаточно много времени. Теперь надо отметить линию загиба кронштейна под водосточный желоб, чтобы образовался углом 3 мм на 1 м, и в нем не задерживалась вода. Для этого необходимо. Ставим уровень, показывающий наш скад. Здесь мы ставим наш кронштейн. У меня вот кронштейн, если смотреть, вот эта верхняя точка будет. Вот эта загибаться будет часть, вот эта будет верхняя. По верхней части, вот эта вот, чтобы было где-нибудь 2-2,5 см. Вот по верхней вот так и было вот делать. И здесь еще артурендировал насечку. Дальше смотрите, когда сделали насечку, которая у нас есть, проводим линию. Правильный уклон должен быть на 1 м 3 мм. Так как у нас здесь 6 м, соответственно, 6 умножаем на 3, у нас получается 18 мм. То есть мы должны здесь отложить 18 мм. Вот это будет наша линия загиба. То есть это на... И сразу пронумеруем вот этот 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. И вот по этой линии мы будем загибать наши крюки. Сами кронштейны, когда они прикручены, загибаю по месту. Немного колхозно, но это работает. Ах да, еще же есть защитная лента для карниза. Она хорошо защищает от насекомых и птиц. А вспомнив своего друга с Бреста, Макс Макс, привет, то обязательно ее надо прикрутить. У него есть живой пример, как птицы делают там гнезда и портят мембрану. Так что не будем примерять такой, казалось бы, на первый взгляд мелочью. Так как она идет шириной 100 мм, а контрабрешетка высотой 50 мм, то разрежем полосу пополам и начнем прикручивать. В местах, где бросается в глаза, крутил кролиными саморезами, а в остальных местах обычными клопами. Последний штрих, и все. Нашел себе работу по вечерам, а то не гоже, смотрю сериалы. Поэтому закупил утеплитель. Сейчас его сложу и немного расскажу про него. Вот теперь у меня утепленная истинка есть одна в 600 мм. Использовал минвату Урса Тера, толщиной 150 мм, так как общая толщина, как я уже говорил, составляет 150 мм. Могу сразу сказать, что сотка себя показала достойно, хорошо держит форму и не распадается. Упругая. А вот про 50 я такого сказать не могу, оставлять желать лучшего. Перед укладкой утеплителя прикручиваю стропильные ноги дополнительно уголком, так как у меня не предусмотрена в системе затяжка, а растворную силу надо все-таки слоить, хотя ее частично и ловит перекрытие антресоли. Утеплитель фиксирую с помощью нитки и степлера. Тут все по-стандартному. На сегодня все. Спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, ведь благодаря вам этот канал растет и развивается. Пока.